Когда мы занимались теоремой Ферма-Эйлера, то было такое замечательное число, сравнимое с минус единицей после возведения в квадрат. А квадрат сравнимый с минус единицей, по-моему, другого. И мы его получали, применяя теорему Вильсона, и потом чуть-чуть, что-то дорабатывая, вот таким способом. А давайте подумаем, нельзя ли, рассуждая в духе доказательства теорема Вильсона, ну, в духе одного из доказательств, применяя некоторую инволюцию, доказать критерий Эйлера? Ну, во-первых, напоминаю, что это критерий Эйлера. Если есть любое простое число П, уже не обязательно вида 4Н, а любое простое число, и если у нас есть некоторое число П, которое не делится на П, то надо возвести П в степень П-1 пополам. И мы таким образом получаем символ Лежанка. На самом деле формула верна всегда, даже для нуля, потому что 0 в степени П-1 пополам, это, конечно, пренечетно. Но меня сейчас интересует, конечно, нетривиальный случай, когда П не 0. Так вот, смотрите, что нужно сделать? На множестве ненулевых остатков, то есть остатков от единицы до П-1, мы можем ввести такое отображение. Остатку ставим в соответствие П, деленное на этот остаток. Ну, то есть, другими словами, мы объединяем в одну фару числа, если х умножить на у, сравнимо с Б по 0. Ну, всего остатков П-1. Мы таким образом разбиваем это множество на пары. И смотрите, что у нас тогда получается. Если мы действительно разбили на пары, то есть, если у нас получилось, что х всегда не равняется у, то это произведение, то есть, П-1 в треал, оказывается сравнимо с Б в степени П-1 пополам. Вот, если разбили именно на пары. То есть, если у этого отображения нет неподвижной точки. Но мы помним, что вот это минус единица, и если у нас все время у не равно х, то это и означает, что символ лежанта равен минус единицы, что это не квадрат. Ну, вот, замечательно, получился здесь минус единица, и здесь как раз Б в степени П-1 пополам, и символ лежанта равен минус единицы. Все хорошо, все совпало. Другой вариант. Если все-таки есть неподвижная точка, то есть, в какой-то момент х и у – это один и тот же остаток, тогда, смотрите, на самом деле неподвижных точек будет не одна. Неподвижных точек будет две, потому что, если у нас х умножить на х сравнимо с Б, то и минус х умножить на минус х – это тоже Б. Ну, квадратное уравнение больше, чем два решения не может. Поэтому, вот, собственно, два варианта. И в таком случае вместо таких вот возникших у нас х, х и минус х, минус х, когда мы вычисляем факториал, конечно, мы должны взять х и умножить на минус х. А это будет, понятно, что такое, х умножить на х – это Б, а это будет минус Б. Значит, произведение будет равно не Б в степени Б-1 пополам, а минус вот это число. Ну, замечательно. И символы и жанры в таком случае будут, наоборот, равны единицы. То есть, все хорошо. Спасибо.